В моем докладе я хочу вам представить результаты по моделированию, которых я добился. В моем докладе предполагает четыре части. В первой части, теоретические и методологические соображения. Во второй части, общую спецификацию модели. В третьей части, мобильность труда и гибкость заработных плат. Это разные способы выравнивания, которые в теории предполагаются. И в последней части, я буду рассказывать о том, как участие в этом принимает правительство и что оно к этому добавляет. Итак, теория или концепция оптимальных денежных зон. Она родилась в шестидесятые годы. В 1961 году появилась статья «Мунделя». Но и в предыдущий, в 1961 году, уже можно найти следы этой концепции. В целом, обычно исходят из четырех главных критерий. «Мобильность, подвижность труда, подвижность, мобильность капитала, л'уberture commerciale, торговые открытия, открытость торговли. И бюджетная и налоговая перераспределение, между странами и регионами. Или, скажем скорее, между странами или регионами. Что касается методологии, я использую подход, который по-английски называется «стокфлют». Это подход основан на посткинезской литературе. А также на подход James Tobey. Когда я говорю об понятии «стокфлют», я использую сокращение «SFC». Donc, первый, мы, во-первых, это понятие, находим в работе Алена Кеннена в 1980 году. Видите здесь третья строчка, «first SFC book», и так далее. Надо сказать, что это скорее ортодоксальный экономист, и книга его не получила большого успеха. А вот успеха, это идея таких патруков получила от кембриджской школы. И главным представителем этой школы является Вин Годли. Четвертая строчка. В принципе, есть две типы модели СФЦ, теоретические модели и эмпирические модели. Моя модель, главным образом, является теоретической, но ставится цель применения ее на практике. Моя модель принимает классическая форма международной экономики. Например, возьмем две страны, и каждая страна специализируется на какой-то форме производства. И существует только один фактор производства. Легко сон констант, легко сон констант, легко сон. Затраты производства постоянные. И кризис или шок который возникает связан с предпочтениями потребителей. Тенденция импортироваться со стороны потребителей страны государства А увеличивается. А это приводит к снижению торгового салда этой страны А. Мой способ отражения динамики рынка труда является несколько особенным. Дело в том, что над полной занятостью и вниз от полной занятости, то есть вверх от полной занятости и вниз от полной занятости, существует асимметрия. Я думаю, что существует законодательно принятая продолжительность рабочего дня. Вверх от полной занятости, все работают на дюре легкое, но нет работы для всех. Вверх от полной занятости? Вверх от полной занятости. Вверх от полной занятости. Вверх от полной занятости должно выполняться законодательно принятая продолжительность рабочего времени, но нет рабочих мест. Доско вверх от полной занятости. Мы можем сказать «все работают», но они работают еще и сверхурочные. Все эти сверхурочные оплачиваются больше и лучше. И именно таким образом появляется инфляция в модели. Каким образом? Вниз от полной занятости мы получаем безработицу, а вверх от полной занятости мы получаем инфляцию. Ну конечно, в реальности эти вещи еще несколько сложнее. Но моя цель была, это обнаружить какую интуицию руководство Сумандель в 1961 году. Когда он, и при этом, следует использовать реалистичные механизмы связанные со сверхурочными. Вот два способа, как реагируют две страны после какого-то шока. – ВВП дает профицит. – ВВП дает профицит. – А страны А показывают… – А страны А показывают… МУА и МУБЕ – это тенденция двух стран. Пропенсión – это тенденция к импорту. В стране А, санятость уменьшается, а это приводит к безработице. В стране А, санятость увеличивается, а это приводит к инфляции. А это мы видим в кривой сиреневого оттенка, который показывает индекс цен. То, как система реагирует, отражено в системе кредитования между домохозяйствами. Нет ни банков, ни государства, которые могут кредитовать таким образом кредитования между домохозяйствами. Идет напрямую. В стране А, санятость уменьшается. В начале, когда было равновесие, богатство домохозяйств равна нулю. А после шок, о котором мы говорим, богатство той страны где профицит увеличивается. А, санятость уменьшается. А, санятость, в стране где профицит и богатство уменьшается. Это очень важно, потому что богатство – это один из аргументов потребления. Это означает, что там где профицит, потребление будет выше домохозяйств. А, санятость, в стране где профицит торговли, домохозяйства уменьшают их потребление. А, санятость, через ряд разных периодов, со временем. Потребление и имеющиеся в наличии доход сходятся как бы в одной точке. А это, следствием, является новое торговое выравнивание, новое торговое балансирование. Однако, производство в дефицитной стране уменьшается, становится меньше чем оно было в начале. И у нас речь идет о способе выравнивания ситуации, когда что-то отсутствует. И это, Лернер называет выравниванием через рецессию. Мы введем еще два способа выравнивания ситуации. А именно, гибкость заработных плат. Мы считаем, что предприятия используют эвристический механизм изменения заработных плат. То есть, они стараются выравнивать заработные платы, чтобы выравнивать торговый баланс. И в этом уровне заработные плат, они начинают с больших. А затем, они сокращают размер разрывов. И они сокращают так, чтобы прийти к величине, которая позволит выравнивать торговый баланс. Это не салит. И в этом, последствия такого выравнивания не являются линейными. Мы видим, что гибкость заработных плат имеет место в стране А, в стране, которая производит продукт один. И мы видим, что это создает волатильность и относительные цены потребления этой страны. И в целом, мы видим, что занятость в результате таких действий возвращается к своему первоначальному виду. Это, мы говорили, имея в виду гибкость заработных плат. Теперь мы переходим к мобильности труда. Мобильность труда работает следующим образом. Работники, в стране, где есть безработица, смотрят на какую-нибудь другую страну и ищут там свободные рабочие места. Если количество рабочих мест, например, в соседней стране, выше чем безработица в первой стране, то половина таких безработных эммигрирует. Я рекалкуле, то есть, на основе такого миграционного салда, я подсчитываю ситуацию в двух странах. И при этом нельзя забывать о миграции и богатстве. Этот феномен очень важный. Потому что, если в нашей модели мы предполагаем, что у домохозяйств есть задолженности, миграция таких домохозяйств, которые имеют долги в более богатую страну, что очень важно, именно, и придает способности, мобильности, туда, разрешить, решить эту проблему. Вот то, как занятость в двух странах находится под влиянием миграции. Таким образом, это позволяет уменьшить безработицу в стране А, а в стране А, сразу же после кризиса или шока, трудящиеся начинают работать сверхуручно. А приезд миграции приводит к сокращению возможности использовать сверхуручные. Число просто таких мест, где сверхуручные требуются. Количество трудящихся в стране А, увеличивается. Средняя продолжительность рабочего времени приближается к продолжительности рабочего времени по закону, что сокращает инфляционистическое давление. И в этом контексте, мобильность труда позволяет решить проблему безработицы в стране А и инфляцию в стране Б. Богатство между двумя странами становится на более или менее стабильный уровень. Вот эта картинка показывает как это все влияет на потребление в обеих странах. С реальной точки зрения, мы здесь видим, все способы выравнивания приводят не к одинаковым результатам. И это тот аспект, который никогда не описывался в литературе. И этот вывод заключается в том, что все способы выравнивания ситуации взаимозаменяемые. Теперь в эту модель мы добавляем правительство. Большая разница по отношению к модели без правительства. Заключается в том, что домохозяйства больше не дают в долг другим домохозяйствам. Они просто покупают облигации, ГКО, например. Чтобы упростить несколько моделей, мы исходим из того, что ситуация одинаковая в отношении домохозяйств страны А и страны Б. Но самая главная разница между ними заключается в том, что кризис или шок поглощается именно правительством. Это намного больше, чем мне нужно. Таким образом, стимулов для домохозяйства нет для сокращения потребления. Таким образом, нет, пока правительство не вводит политику жесткой экономии. Мы вам показали именно первые результаты того, когда правительство добавляется к нашей модели. Это касается суммы госдолга в дефицитной стране, сумма дополнительного госдолга, который добавляется к дефициту. Здесь, на графике, показаны результаты четырех видов моделей, которые были сделаны. Здесь вот первая самая колонка показывает нет ни миграции, ни перераспределения между странами. И увеличение госдолга составляет 20% приблизительно. А вот эта вторая колонка, которая является очень маленькой, очень маленькой, показывает, что случилось, если бы у них была дефицитная redistribution бюджета entre страны. Это маленькая? Это в orange, да? Да, но в принципе, это вторая, и мы не можем видеть. Она очень маленькая. А здесь? Мы не видим. Это результат. Это первая большая колонка, которая идет дальше пропускать. А на самом деле здесь очень маленькая колонка. И ее даже не видно. И так, что это означает, что нет дефицита? Нет, нет дефицита. Здесь вот, госдолга не увеличивается никак. Вот, самое последнее, где стрелочка, здесь и миграция, и перераспределение госдолга не увеличивается. Таким образом, наличие перераспределения является обязательным условием чтобы госдолг не увеличился. И наоборот, мы вот видим в третьей колонке, когда есть миграция, госдолг увеличивается. Это означает, что в Европейском Союзе, где выступают за миграция, мобильность труда, но не происходит перераспределение налоговых поступлений, мы таким образом оказываемся перед противоречи. Потому что, с одной стороны, просят от правительства ЕС не увеличивать госдолг. Но, с другой стороны, мы не имеем в виду механизмы, которые позволяют избежать этого увеличения госдолга. В результате своего доклада, я должен сделать два заключения. Первое, мобильность труда имеет разные последствия, в зависимости от того, принимаем мы во внимание участие правительства или нет. Это связано с тем, что госдолг, он не является мобильным, в отличие от домохозяйств. И этот аспект не принимается во внимание ни в концепциях и теории, ни политиками. И второй вывод, это то, что не все типы выравнивания не являются одинаково эквивалентными. Спасибо, я закончу.